Сейчас 8.30 утра, сегодня заключительный день нашего путешествия в Ниццу. Я иду в нашу полюбившуюся болонжерию, чтобы купить там кофеек, круассанчики, чизкейк, чтобы французский завтрак наш сегодня был в полном его изобилии. Народу еще не так много. На английской набережной все больше бегунок, чем пешеходов. Свежо. Мы позавтракаем, и нам надо будет выселяться из квартиры, и мы пойдем на море. Самолет у нас вечером, поэтому будем коротать еще день до вечера, перебежками. Вот я в своей любимой булочной кондитерской, взял себе копеечку и круассанчик. Малышам взял вон целый пакет, надеюсь, им понравится. На улице за окном, на улице утренняя суета, все спешат, кто куда, кто на работу, кто может уже на море. А я завтракаю французским завтраком, и спешу к своим любимым. Вот здесь булочный движ с утра, небольшая очередь. Люди покупают красанчики, багетики, чтобы подкрепиться перед рабочим днем. Я рыбу только и сидел в горе. О, ныряет малыш. Ой, на плечи становится. Ничего себе! Я... Ух ты! Ничего себе! Яря, круто! Ничего себе! Здорово! Уже как большой! Яря, твое! А ярю на ручке. Да, я так тоже в детстве плавала. Думала, что взрослые не видят, что я иду по дну руками. Видела, как Ярю нырял? Да, вообще круто! Яря, ты круто нырял! Волна какая! А вот еще! Ксюша, дюксю! Ну, конечно! Ой, что-то волны поднялись. Ярю, что-то волны поднялись. Держу. Я спас Ярючку. Мне страшно за вами наблюдать. Не знаю вашу координацию движений. Это волны такие поднялись небольшие. Больно по ногам камни будут. Да. Ну что, друзья, вот и подошло к концу наше путешествие в Ниц. Мы выселились из нашей уютной квартирки. И собираемся отправляться в аэропорт. Как вы видели, все наше путешествие прошло достаточно благополучно, комфортно. Во многом благодаря сайту Airbnb, на котором мы нашли эту уютную, милую и достаточно недорогую квартирку. Какой совет я могу вам дать из всего вышесказанного? Не бойтесь самостоятельно путешествовать. Планируйте сами свой отдых. Снимайте жилье через сайт Airbnb, а также и через другие похожие сайты. Покупайте сами билеты. Устройте сами свои маршруты. Это гораздо дешевле, гораздо интереснее, чем через турагентство. Уж поверьте. А если вы хотите получить от меня скидочку на первое бронирование через сайт Airbnb, переходите по ссылке в описании. Я там оставлю эту ссылочку. Переходите, получайте скидку на ваше первое бронирование. И счастливого путешествия. Ну вот мы и в аэропорту. Ждем нашего самолета в Винниске. Это второй этаж аэропорта Ниццы. Отправление. Вот там наша стойка регистрации. До отлета еще около двух, наверное, часов. Мы приехали в аэропорт на 98-м автобусе. Как бы на том, на котором мы приехали из аэропорта в Ниццу. Что хочется сказать. Мы выехали сильно заранее и не пожалеем. Потому что автобус шел очень медленно. Потому что час пик. Большие пробки. Если ваш вылет выпадает на час пик или чуть позже него. То рекомендую выезжать достаточно заранее. Потому что мы ехали где-то около часа. Ну а что только ехать километров 10. Поэтому вот так. Ну благо автобус с кондиционером. Было так свежо, хорошо. Народу немного. Доехали. Сейчас будем регистрироваться на рейс. И хочется пару слов сказать по итогам нашей поездочки. Вон ярко прощается с Ницей. Сейчас если он свалится, это будет феерическое прощание. Ну вот. Пару слов о наших впечатлениях. Я начну, а Ксенечка уже закончит. Подытожить, так скажем. Я сейчас рассказывал, как мы добирались на автобусе. Это самый главный минус, который мне не понравился в Ницце. Это движение, транспорт. Тут все ездят не то, что как хотят. Как могут. Как им позволяет этот трафик. Как позволяют улицы, которые здесь узкие. Машины, а уж не говоря про скутеры и мотоциклы. Ездят где хотят. Паркуются где хотят. Тротуары узкие. Там сплошь заставлены машинами, скутерами. Скутера снуют даже по пешеходным площадям. Вот это мне не понравилось. И в час пик движение 5 км в час. Не больше. Вроде город не очень большой. Не сравнить с Москвой. Даже с Минском. С тем же. Но в Минске такой движухи нет. Здесь вот это мне не понравилось. Вот у нас квартира. Мы переходим на английскую набережную. Там буквально две дороги односторонних перейти. Так их можно переходить минут 10. Потому что светофоры включаются неизвестно когда. И люди в основном не ждут зеленого. А ждут когда машины проедут и перебегают бегом. Вот. Это основной минус. Ну и второй так. Это не совсем минус. Мы к этому были готовы. Я думаю все к этому готовы. Ну Ницца не дешевый город. Поэтому цены здесь как бы надо быть готовым. Что придется потратиться. Хотя при желании здесь можно прожить. Отдохнуть и бюджетно. Ну как бы кому интересно. Пишите в комментариях. Отвечу. В основном что почем. Ну это два основных момента. Которые можно отнести там. Ну к таким небольшим минусам. Основное. Остальное. Ну мне понравилось. Остальное что? Природа в первую очередь. Очень красивая природа. Причем больше всего понравилось в Ницце. Море самое лучшее. Вид с холма Шато. Обалденный. Ну и плюс если углубиться в Альпы. Вот на поезде сосновых шишек например. Виды там тоже завораживают. Также понравились люди. Французы, европейцы. Добрые, приветливые, отзывчивые, улыбающиеся. Готовы помочь, ответить. Чем могут всегда нам пытались что-то подсказать. Все здороваются. Даже не знакомые. Знакомые. Бонжоу, бонжоу. Приятно. Вот. Что ожидалось количество мигрантов. Ну я был приятно удивлен как бы, ну я их почти не замечал. Они есть. В Париже, да, гораздо больше. Ну и то, в Париже нас сильно они нам не докучали. А здесь так вообще. Ну были чернокожие ребята. Темнокожие ребята. Ну они как бы были ненавязчивые. На пляжах никто ничего не впаривал. Пройдут там два раза в день ненавязчиво что-то там пробормочат, что предлагают. И все. В Италии гораздо навязчивее нам предлагали на пляжах свои сувениры, там еду и так далее. А здесь нет. Вот это понравилось. Ну много можно перечислять положительных моментов. Ну тут классно. Тут надо побывать хотя бы раз. Хотя бы посмотреть на эти виды с Холма-Шато. Окунуться. Окунуться в этот драйв. Ну я не буду говорить пафос. Ну пафоса больше в Каннах мне показалось. А в Ницце он более такой движовый, более демократичный город такой. Для различных слоев населения. И как бы по деньгам можно здесь найти и пропитание, и жилье, и развлечение на свой карман и на свой вкус. Ну вот основные моменты. Как бы я еще раз повторюсь. Можно перечислять много чего. Всего не упомнишь. Кому что интересно, спрашивайте в комментариях. Буду рад вам ответить. А теперь послушаем Ксенечку. Артем уже все практически рассказал. Мне в принципе-то добавить и нечего. Мне отдых очень понравился. Я полюбила Францию после Парижа. А теперь вообще я в Ниццу влюблена. Я еще раз хочу сюда вернуться. Единственное, что мы посетили Монако, Канны, Антибы, Ницца. Канны я ожидала большего. Канны и Канны. Ницца, да, реально очень крутой город тоже. Мне очень нравятся французы. Сейчас даже непривычно будет приедет, что у нас никто не улыбается. А тут все такие приветливые. Все такие на позитиве. Ну, очень все нравится. Французская кухня тоже. Луковый супчик. Все очень вкусно. А, еще про море хочу отметить. Море вообще нереально крутое. Я такого цвета море еще не видела. Как в мое платье. Вот такого бирюзового цвета. Даже красивее. Да. Природа, да, вообще супер. Дух захватывает. Такие виды. Просто прелесть. Мы, наверное, приедем сюда еще раз. Мне бы очень хотелось. Пока. Ну вот. Будем с вами прощаться. Если вам понравилось наше видео, наша серия наших роликов про путешествия, ставьте лайки, комментируйте. С удовольствием всем отвечу. Подписывайтесь на канал. Вот здесь будет ссылочка. Переходите. И подписывайтесь. Буду рад видеть вас среди наших подписчиков. Все. До новых встреч. До новых путешествий. До новых видео. Всем пока. 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 До новых встреч.